Теперь каждый желающий может овладеть древней кыргызской письменностью Битик. В музее имени Гапаратиева дважды в неделю проходят уроки древней тюркской грамоты. Историк-философ Элери Битекчин на протяжении 15 лет, занимаясь восстановлением древнего алфавита, составил свою схему, благодаря которой азбука предков стала доступной для понимания. Наш корреспондент Нургуль Саматова побеседовала с ученым. Историк-философ Элери Битекчин долгое время вел спецкурс по изучению древней кыргызской письменности. Тогда он разработал свою схему по изучению алфавита предков. С февраля он ведет бесплатные занятия для желающих поближе познакомиться с древними надписями. Прежде всего мы будем помнить свои корни и будем знать, что у нас существовала своя собственная цивилизация. У нас были собственные культурные достижения, очень высокие. Много терминов мы можем не придумывать, а брать из древних источников. Там есть и юридические, и медицинские термины. Это говорит о развитии технологий уже в то время. Древнетюркские тексты, высеченные на погребальных стелах и надгробных камнях, распространены на обширной территории Центральной Азии и Сибири, где в раннем Средневековье располагались государственные образования восточных и западных тюрков, тюргеши, енисейских кыргызов, карлуков, древних уйгуров и многих других. То есть эту письменность использовали с VI по X века. А с принятием ислама тюркоязычными народами она исчезла. Уникальный алфавит в том, что он был рассчитан на всю Тюркскую империю. Поэтому в том же самом слове «эби», когда писали букву «б» или когда писали «эрь», не писали передние гласные, чтобы любой человек, пусть он, скажем, хакас или кыргыз, смог прочитать. Алфавитом пользовались большинство тюркоязычных народов. Но после исследования историка Батманова стало понятно, что ближе всего енисейские надписи к кыргызскому языку. Потому сейчас их называют древнекыргызскими. Правильное название письма – «битик», что означает «нож», «высекать», «резать». Алфавит состоит из 28 букв. Впервые он был расшифрован датским ученым Томпсоном. То есть выучить 28 букв, в принципе, это несложно. Если будет практика, тем более, если таблица эта под рукой будет. Тюркские языки и, собственно, кыргызский очень мало изменились. Обычно около 20-30% меняется. У нас 2% поменялось. То есть сейчас, если прочитать древний тюркский или древнекыргызский текст, в принципе, 70-80% понятны. Стеллы и балбалы с древнекыргызской надписью, датированные VI-VII веками, найдены не только в Орхоне-Инисеи и Монголии, но и в Кыргызстане. К примеру, этот второй талаский памятник относится к тюргешской эпохе и содержит самую длинную надпись на битиге. Здесь говорится о неком Харачуро из кыргызского племени Отузул. Отузул – это все, что 30 сыновей. В Кыргызской сандире такое есть. И здесь вот второй, здесь Кара-Чуро, то есть его самого звали Кара-Чуро, то есть сильный, могучий Чуро. То есть Чуро – это тоже относится к Эпос-Манас, и как бы этот важнейший памятник и в таком сейчас плачевном состоянии находится. Нынче, когда разговор заходит о древнекыргызской письменности, многие воспринимают это в штыки, но на сегодняшний день многие народы, в том числе евреи, армяне, грузины, используют свою письменность. Мы не говорим о переходе на древний алфавит, а об его изучении. Ведь его существование доказывает о наличии письменности и грамотности.